Всем привет! Говорят, если поставить пальчик вверх на это видео, то в Новый Год случится чудо! А ты веришь в новогоднее чудо? Я очень! Надеюсь, никакой вирус его не испортит. Кстати, в Инстаграме будет проходить скоро конкурс, поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Ну и хватит уже болтать. Поехали смотреть видос? Мда. Сегодня все утро я пыталась быть художником. От слова худо. Я рисовала ёлку. Это было задание в школе. Ну как, похоже? Я думаю, что не похоже. Вообще, я и рисование это две разные вещи. Несовместимые абсолютно. А, где-то в прошлом. А ну хватит, мы клубнику с грядки есть. Все, можно... Мамочка! Да, доченька. Мамочка, я нарисовала тебе подарок. Сегодня же день матери. С праздничком! Творческий марион. Ну как? Очень красиво. Очень. Повешаю. Хорошо. Повешай его где-нибудь на кухне. Чтобы мы часто его видели. А лучше к себе в спальню. Будешь просыпаться, смотреть на мой шедевр. Не думайте, что я поверила в свои силы. Это было примерно так. Нашему классу, к сожалению, поручили нарисовать плакат. К счастью, плакат почти уже готов. Но вот ёлка ещё нет. Её нужно нарисовать. Но я уж точно этой фигнёй заниматься не буду. И нарисует ёлку. Иванова. Эй! А почему я? А потому что у тебя больше всех двоек. Нормально вообще. Вопросы? Вопросов у меня не было. Как и выбора. Долбанная математичка своим долбанным плакатом. Это что? Кровь? Голова. Фух. О! Нету крови? Папа? Папа, чтобы перестать сутулиться, нужно не только физически воздействовать на мышцы спины, но и поддерживать психическое состояние всего организма в целом. Да. Не бери в голову. Кажется, я ударилась об пол. Я была немного в шоке. Что-то вообще было? Так. Хм. Посмотрим. Я уже неделю ем морковку. Посмотрим, сколько я вешаю. Чего? Это как может быть? Нужно просто ограничить количество соли до минимума. Отдать предпочтение растительным жирам. Отказаться от сырочного масла. Мы дарим. Эй, доча. Ты, может быть, пошла бы спать легла? Кажется, у тебя слегка поехала кукуха. Странная какая-то. Я не понимала, что происходит. Почему я все это знаю? Откуда в моей голове столько идей? Что еще больше меня удивляло, так это то, что я перестала есть свои любимые чипсы. От одного только запаха меня тошнило. Стоп, а что-то с моей внешностью. Моему лицу явно не хватает очков. Покруглее. А это кофта. Не-не. Мне подойдет бабулина блузка. Немного запылилась. А еще охота была читать. Мне позвонила Лизка. Она позвала меня в парк. Итак, мы договорились встретиться через час. Мне нужно прийти вовремя. Итак, нужно считать, сколько времени я затрачу от дома до парка. Расстояние от дома до парка полтора километра. Если я буду идти со скоростью 5 километров в час, то через 20 минут приду. Отлично. Взяла куртку. Застегнула. Какая же прогулка без лопатки. Собралась выходить и увидела, как Лизка пришла ко мне. Подруга. Я спросила Лизку, зачем она пришла. Ведь мы договорились встретиться в парке. Да, подруга, там такой дубак, ты не представляешь. Тем более, я подумала, ты все равно опоздаешь. Поэтому я пришла к тебе, чем там мерзнуть на морозе. Я сказала, что я бы не опоздала, потому что я точно рассчитала количество минут, которые мне необходимы, чтобы дойти до парка. Подруга, ты что, пьяная? Мне было скучно с Лизкой. И я вежливо с ней попрощалась. С тех пор математика была моим любимым предметом. И с Ванечкой, кстати, мы очень сдружились. Мы были на одной волне. Нам было есть что-то обсудить. Вообще-то в озеро Байкал впадает 336 рек, а утекает только одна. Ангара. Фу, да это еще что. Вот я недавно прочитала, что менее 1% Карибских островов обитаемы. Это очень интересная информация. Был очень весело, одновременно страшно. Страшно маме, которая все это слышала. Страшно отцу, который до сих пор переваривал информацию о том, что он сутулый. Но однажды все поменялось, когда мама включила новости. Ох, посмотрите, что там по новостям. По телевизору рассказывали про какой-то новый вирус. Оказывается, казноверство – это полбеды. Школа настигла в новый вирус, который называется Ботаникус. Школьники им заражаются через предметы, ручки, линейки. Итак, как себя ведет человек, который заражен этим вирусом? Он ничем не интересуется, кроме учебы. Ест только здоровую пищу, говорит за умными словами и носит очки. Если увидите, что ваш ребенок стал вести себя сранно, незамедлительно сообщите нам. Мы дадим вам вакцину. Бесплатно. Телефон. Мама поняла, что я не просто так себя веду. Я больна. Она позвонила по номеру, который назвали в новостях. Приходите по адресу, который я вам отправлю смс. Есть кто-нибудь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звонила по поводу лекарства от школьного вируса. Да, да, я помню. Вот, вот это лекарство. Но будьте осторожны. Капните только три капли. Ни больше, ни меньше. Если капните больше, пройдет обратный процесс, и она отупеет. Ну все, спасибо. Послушайте меня, серьезно. Три капли, три капли больше не надо. Или, или будет совсем плохо. Она совсем будет тупая. Слушай, я что, похожа на дуру. Три капли, да три капли. Я поняла, что три капли. Запомнила. Всего доброго. Совсем, что ли, больно? Так, а сколько же капель надо было? Три, 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 три. Три это мало. Тридцать три. Наверняка тридцать три. Налью-ка я все. Лишним не будет. Доча. Дочура. Дочура, я тут тебе принесла чаек попить. А то ты, бедолага, целый день за уроками, да за уроками. А даже поесть некогда. Попей, пожалуйста. О, мамочка, спасибо. Меня как раз замучила жажда. Ммм, какой интересный запах. Ох. Доча, доча, ну как ты? Кто? Ты как? Как ты? Я как? О-хо-хо. Какая странная домашняя луна. О-о-о. Кажется, нужно было все-таки три капли. Ситуация. Так себе. Эй, подожди, ведь еще не все. Ну давай, отвечай честно. Ты бы хотел заболеть таким вирусом. И все, все знать. Быть отличником в школе. Пиши комментарии, мне будет интересно почитать. Ну и пожалуйста, поставьте лайк, потому что я безумно стараюсь. Ну и увидимся очень скоро. Люблю вас, обнимаю. Пока.